Слава нашему Господу! Ибо вели Господь на этом месте, в Духе Святом, слава Ему! И Он руководит нами, и Он руководит нашими устами, что сказать и как сказать. И это было по вдохновению Божьему. И знаете, хорошо и приятно находиться здесь, нам вместе, потому что живой Бог находится на этом месте. Написано в слое Божьем, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Христос пришел, чтобы нам дать веру, чтобы нам дать жизнь вечную. И Он пришел и показал любовь Отца Своего Небесного, ибо послал Сына Своего, чтобы дать нам жизнь вечную. Слава Ему! Иисус, когда встал уже на путь Евангелия, проповеди, Ему было около 30 лет, и Он ходил и избрал учеников себе, помощников, научал их Слову Божьему, научал их, как нужно служить Богу, как прославлять Его, как жить по Слову Божьему. И Он такие слова сказал, «Я путь и истина, и жизнь. Никто не приходит как суп, как только через Меня». Дорогие друзья, вот Иисус пришел показать нам путь. Путь только через Иисуса Христа к Богу Отцу. Некоторые люди, они знают, что есть им Бог, но они не знают Его лично и не служат Ему. Но тот, кто принял Иисуса Христа в свое сердце, тот познал и Бога Отца, ибо Бог Отец дал всю власть Своему Сыну, чтобы вот этим путем, который покажет Иисус, нам достичь небес, где художник и строитель, сам Господь и Бог построил новый город, Иерусалим, для любящих Его, и там нет ни плача, ни скрежет зубов, там вечная жизнь, и нет такой суеты, как на этой земле. Там вечная слава Божия, слава Ему. И помоги нам, Господи, чтобы мы, зная этот путь, который Иисус показал нам, чтобы мы достигли того прекрасного города, Нового Иерусалима, где слава Божия, где нет ничего плохого, никакой суеты земной, там вечная слава нашего Господа. И Слово Божие нам говорит, входите тесными вратами, потому что широкие врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Мы видим здесь, что есть два пути, один широкий путь, который ведет в погибель, и узкие врата, которые ведут в вечную жизнь. Много было откровений, много было видений, когда показаны эти пути, что помните, как еще в советские времена ходили на демонстрации люди, целыми толпами с плакатами, с транспарантами. Вот такие широкие пути, которые ведут в погибель. Но узок путь, который ведет в вечную жизнь, это тернистый путь, и нам его необходимо пройти, потому что Христос, Он прошел этот путь, Он показал этот путь, который ведет к Богу Отцу. И Он немало, друзья, пострадал, но Он претерпел до конца. Претерпел до конца. Он, Сын Божий, имеющий все, оставил славу неба, пришел на эту землю, которая лежит во зле. Он испытал немощи, болезни. Он испытал и... Его побивали за Слово Божие, за правду. Испытал эту обиду, какое-то... разные угнетения. И Он претерпел силою Отца Небесного. И в Гефсиманском саду, когда Он уже молился, когда вот настал его час пострадать за всех людей, отдать свою жизнь и пролить свою святую непорочную кровь за нас, за наши грехи, Он молился в Гефсиманском саду и говорил, Отче, да минует сия чаша мимо Меня. Он уже не мог это вытерпеть, потому что Он был во плоти. Этот Бога-человек по духу, Бог по плоти человек, и по плоти Он уже не мог осилить или превозмочь все, что это навалилось на Него, вот это духовные силы, они препятствовали Ему совершить дело Божие. И Он сказал, впрочем, не моя воля, но Твоя, да будет. И как только Он согласился с волей Отца Небесного, написано, пришел Ангел Господень и укрепил Его. Друзья, так же и в нашей жизни, когда мы идем по этому тернистому, узкому пути в тот город Новый Иерусалим, не все так сладко получается, друзья. Какие-то препятствия, какие-то иголки, тернии, они мешают нам пройти, но они нам во благо, друзья. Они нам для того, чтобы мы могли очиститься, осветиться вот на этом пути, чтобы, написано, что чистые сердцем Бога узрят, чтобы нам вот это оставить на этой земле все нечистоты, всю эту похоть мирскую, человеческую, но облезься силою Бога Живого. Да поможет нам Господь, потому что это есть путь истины и жизнь, которая ведет нас к живому Богу. Открывая Евангелие от Иоанна, 17 глава, мы читаем такие слова. После этих слов Иисус возвел свои очи на небо и сказал, «Отче, пришел час прославить сына твоего, да и сын твой прославит тебя. Так, как ты дал ему власть над всякую плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Эта же жизнь вечная, да знаю тебя, единого, истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня, ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Я открыл имя твое людям, которых ты дал мне от мира. Они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое. Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне от тебя. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я и шел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Я о них молю, и не о всем мире молю, но о тех, которые ты дал мне, потому что они твои. Ибо все мое твое, и твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду. Отче Святый, сохрани их во имя Твое, тех, которых ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я сохранил, я сохранял их во имя Твое, тех, которых дал ты мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание. Ныне же к тебе иду, и это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истинною, слово Твое истина. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинною. Но не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут и все едино, как ты, Отче во мне, и я в тебе, так и они да будут все едино. Вот до этого места. И мы здесь видим, здесь, что Иисус Христос, Он молит Отца Небесного, чтобы Он сохранил людей своих, которые приняли Его в свое сердце, сохранил вот на этой земле от всякого зла. Не взял их себе уже в небеса, да, но чтобы сохранить их здесь, чтобы они могли идти благовествовать, проповедовать Слово Божие, свидетельствовать о перемене жизни. Некогда они были негодны для Бога, но стали верующими, верующими в Суса Христа, который есть путь истинный и жизнь, который ведет к Богу. И Он говорит, что не о себе молю, но о них молю, ибо я уже я уже отхожу к тебе, но ты сохрани их и освяти истинною своей, ибо истинно есть Слово Твое. Слава нашему Господу, друзья, что у нас есть вот эта вот истина, Слово Божие, которое Он оставил нам на этой земле, чтобы мы могли здесь жить по этому Слову, трудиться, благодарить, славить нашего Господа, иметь вот эту новую жизнь, которую Он нам даровал, Он отдал себя в жертву, пролил свою святую кровь за нас, за наши грехи, и дал нам жизнь новую, и говорит Отцу, сохрани их от зла, Бог Отец, Он хранит нас, Он послал Духа Святого на эту землю, чтобы Он здесь хранил, оберегал нас, чтобы Он был помощником в Церкви Бога живого, в Церкви живых людей, которые веруют в Бога живого, которые приняли Иисуса Христа в своё сердце. И мы, знаете, много можно брать примеров из Библии, где написаны всякие положительные или отрицательные стороны тех людей, которые знают Бога, но не живут, по Слову Божьему. И был такой, после Новохудоносора царь Валтасар, это его сын был, да? Вот. И он не захотел верно, верным быть Богу. И вот он достал сосуды, которые должны находиться, это были сосуды в Скинии, это были сосуды, которые принадлежали Богу, и вот он начал из них пить вино и употреблять в своей жизни. И была рука, которая писала там на стене, что такие слова написали, что он их и не понял, но пришёл Даниил и рассказал, что ты взвешен на весах, ты очень лёгкий, и царство твоё, пришёл конец и будет разделение и ты погибнешь. И возьмём, это вот мы видим здесь, что когда человек знает Бога, что он есть Бог, но не служит его, не знает лично Бога, он поступает, как ему желает сердце, поступает и поступает неправильно, поступает против Бога. И мы знаем, что конец таких, это пропасть огненная, озеро огненное, где нет спасения, где нет жизни. И приведём также этого же Даниила, который был брошен за верность Богу, был брошен в ров львиный, за то, что он молился трижды в день, и когда был подписан приказ, чтобы не молиться никому, кроме царя, если будет нарушен такой приказ, то будет наказан в этом рву со львами. Но Даниил, он посвятил себя Богу, он чтил Бога, он имел общение с Богом, и невзирая ни на какие вот эти вот в жизни обстоятельства, которые запрещают ему молиться или общаться с живым Богом, он молился, потому что его окна были открыты в сторону Иерусалима, и он молился, друзья, и за эту верность Богу и царю он был брошен в ров львиный, но и там его Бог спас, он послал ангела Господня, который закрыл этим львам пасти, и они ничего не сделали злого над ним. И знаете, друзья, в нашей жизни так же происходит. Если мы знающие Бога, чтим Бога, ходим искренне перед Богом, вот этим путем идем, который Иисус показал, он есть путь истинной жизни, этим путем идем, хоть и по тернистому пути, но правильном пути идем, достигая Христа, как он достиг однажды наших сердец, то и рука Божья, она над нами. Но если мы знаем, что есть Бог, но не ходим этим путями, то мы идем, спотыкаемся, мы опять возвращаемся на тот путь, который погряз этот весь мир возле, в это болото, и оно затягивает нас, и скорби, печали нас ожидают. Так вот, Иисус, Он предлагает всем руку помощи, потому что Он однажды и вытянул и меня, и многих здесь, я думаю, что практически всех, из этого болота, в котором мы тонули от греха, и эта рука, она простерта до сего времени, потому что время благоприятное. Христос пришел, чтобы спасти утопающих в этом болоте, и Он протягивает руку каждому и говорит, возьми, вот моя рука, возьми, я тебя вытяну из этого болота. Друзья, вот, я думаю, что каждый ходил, собирал ягоду, грибы, и попадал в разные места болотистые, и когда начинаешь тонуть, то тебя туда засасывает, вот, и ты готов уже цепляться за каждую соломинку, за каждое деревце небольшое, которое растет на этом болоте, чтобы тебе не утонуть. Христос, Он всегда держит свою руку, всегда протягивает ее к нам, и говорит, возьмись, я тебя вытяну. И когда мы соглашаемся, когда мы в своем сердце даем Ему место, Он протягивает руку, и берет ее, и говорит, я тебя вытащу, и поставлю на твердое основание. И когда Он ставит на твердое основание, конечно, внешний вид, если мы были в болоте, внешний вид нас не соответствует еще такому, да, но Он хочет нас очистить, осветить, Он дает нам новые, белые одежды. Да поможет нам Господь, чтобы каждый знак из нас, знающий Бога, имел личное общение с Ним, чтобы Он не сворачивал с этого пути, который ведет в небеса, чтобы Он шел, хоть этот и тернистый путь, Он узок путь, но Он ведет вечное общение с Богом. И желание моего сердца помолиться, чтобы мы могли воспрять сердцем, обновиться силою Бога, потому что сила наша только в Боге сокрыта. И Он сказал, что приходите ко Мне все труждающие и обремененные, и Я успокою вас. Мы приходим к Отцу Небесному, мы преклоняемся пред Ним, и мы вопрошать будем сейчас, чтобы Господь благословил нас и в этот час, и в этот день, невзирая на жизненные обстоятельства, быть на этом пути, который ведет в небеса. Аминь. Продолжение следует...